Пять часов утра, в дворах тишина, а возле военного комиссариата аншлаг. Танцы, песни, слезы, все воедино. Родные и близкие провожают парней в армию. Мужчины держат себя в руках, а вот с мамами, бабушками, тетями сложнее. Не выдерживают женские сердца. Желаю всем ребятам, кто сегодня уходит, удачной службы, чтобы они защитили нашу родину, показали себя в первую очередь так, как надо. Ну, естественно, не забывали про своих родных, близких. Новобранцы один за другим заходят в военкомат. Многие с боевым настроем ждали этого дня. Очень рад, что ухожу на службу. Очень долго этого ждал. Ну, мам, привет, конечно, хотел передать, чтобы не переживала. Все хорошо будет. С напустными словами к призывникам обратились представители духовенства и казачества. Служите с честью, с миром, с Богом. Помните, что вас ждут родители. Друг другом помогайте. И помните, что у нас Всевышний один. И братья наши мусульмане, и православные мы все должны друг другу помогать и идти в одном нашем российском государстве. С магией всем Господь и Матерь Божией. С миром, с Богом. С этой отправкой 27 молодых людей из Кумертау и Кургазинского района пополнят ряды вооруженных сил. Служить ребята будут целый год. Согласно плану перевозок, непосредственно у нас в этот день уходит 27 человек. Ребята убывают на республиканский сборный пункт. По прибытию также они проходят плановую медицинскую комиссию, медицинское свидетельство. После этого их формируют в команды и готовят уже к отправке войсковые части. Ребята уходят в вооруженные силы Российской Федерации. Это сухопутные войска. Сухопутные войска – это водители медиатория, специалисты, которые получили военную учетную специальность в нашей автошколе ДСАФ. И войска МВД спецназ. Начальник отдела военного комиссариата Рамиль Хайрудинов по традиции пожелал новобранцам отличные службы. Самое главное желаю хорошей службы, чтобы они за год окрепили физически, освоили технику вооружения, на которой они будут проходить службу. Мы через год вернулись в свой родной город и продолжали Кургазинский район. Продолжали трудиться на благо протестания нашего города, республики и Кургазинского района. После напутствия призывники отправились на сборный пункт. Впереди их ждет распределение по воинским частям России. Всего в нынешнюю призывную кампанию ряды российской армии пополнит 150 наших земляков. Осенний призыв продлится до 15 декабря. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания АРИС.